Ну что же, в эфире отражение, мы продолжаем. Уважаемые друзья, сразу несколько новостей на этой неделе связаны с нашими пенсиями и нынешними, и будущими. Мы уже говорили, что накопительную часть в очередной раз заморозили, и вполне возможно ее и вовсе ликвидируют в будущем. Ну а что же нам предложат взамен? Какие есть варианты у тех, кто собирается копить на старость? Государственные пенсионные фонды предлагают создать новый механизм, который бы совмещал возможности индивидуальных инвестиционных счетов с надежностью их собственных программ, фондов. Вот такой вот ИС-3 получается. Так что конкретно предлагают? Насколько это привлекательно будет для населения? Понесут ли люди свои деньги действительно в негосударственные фонды? И что, возможно, в будущем пенсионный фонд вообще ликвидируют? Будем разбираться с экспертами. Ну а вы расскажите нам, на что копите или копили, как откладываете на пенсию, если откладывали, сколько получаете. Звоните, пишите, рассказывайте свою историю. Ну а сейчас поприветствуем нашего эксперта Константину Грюмов, президент Национальной Ассоциации Негосударственных Пенсионных Фондов. Константин Семенович, здравствуйте. Добрый вечер. Константин Семенович, давайте, наверное, все-таки поподробнее остановимся на том, что из себя будет представлять вот этот вот третий вариант инвестиционного счета, который, я так понимаю, предлагают создавать на платформе НПФ, Негосударственных Пенсионных Фондов. Вообще, что у нас НПФ могут сегодня предложить? А вообще, давайте разберемся, что такое инвестиционный вот этот счет. Что за зре... Да, давайте начнем. Да, давайте сначала. Значит, прозвучало достаточно резкое заявление о уничтожении или, как было сказано, ликвидации накопительного компонента. Так вот, все это не так. Хочу всех успокоить. Это скорее риторика. Значит, давайте вернемся на пять лет назад, когда в 2014 году по известным нам событиям в накопительную часть трудовой пенсии прекратили перечисление взносов, 6% взноса для людей, которые были моложе 67-го года. После этого каждый год это все называлось заморозкой и сейчас называется. Хотя никакая не заморозка, это просто прекращение перечисления. Но это не имеет отношения сейчас к ПФР, мы сейчас говорим о накопительной части, которая инвестируется на государственные пенсионные фонды, в том числе и управляющие компании государственные, а следствия хранятся в ПФР. В пять лет не принимается никаких решений, то есть было уже два мегапроекта, которые срезком проводились. Это и ПК, и ГПП, суть которых была нацелена на то, чтобы дать людям возможность, подавая им какие-то налоговые льготы, самостоятельно накопить на пенсию. Дело в том, что 10 лет взносы на накопительный счет шли, потом уже 5 лет не идут, деньги лежат, не приумножаются, соответственно, надо что-то с этим делать. Два мегапроекта за эти пять лет не увенчались успехом, теперь появился третий. Третий проект не имеет ничего общего к пенсии, ничего общего с накопительной частью пенсии не имеет. Это чистый инвестиционный продукт. Что такое накопительная пенсия сегодня? Допустим, в Негосдарственном пенсионном фонде. У вас там есть деньги. Негосдарственный пенсионный фонд участвует в системе гарантирования. Вам гарантируется полностью размер взносов, которые вы туда внесли. Фонды несут ответственность, акционеры фондов своим капиталом несут ответственность за инвестирование этих средств и за результаты инвестирования. Есть требования к содержанию этого инвестирования. Какие активы можно вкладывать, какие нельзя вкладывать. Соответственно, идет серьезный контроль за вообще всей этой ситуацией с инвестированием пенсионных накоплений. Но новые деньги в систему не появляются. Понимаете, да? Людей уже обманули. Они, естественно, из своего кармана, причем без всяких стимулов доставать деньги, не хотят. Поэтому мы предложили, мы предложили следующую историю. Раз есть идея такая сейчас, вот она была заявлена Банком России, что надо дать серьезнейшие налоговые льготы для людей, причем это 6% от зарплаты и еще 400 тысяч в год для того, чтобы они эти деньги отдавали управляющим компаниям или брокерам для инвестирования на открытом рынке. внимание, без всяких гарантий, без гарантии возврата, при этом на 10 лет, на 10 лет. И дальше, через 10 лет, если у вас там что-то осталось, вы можете или там как-то наинвестировалось, вам повезло, значит, вы можете это выложить, там целый ряд вещей. То есть купить квартиру или пенсионный счет открыть. Вот такая идея. Нам эта идея нравится. Наверное, найдутся люди, у которых деньги девать некуда, и они готовы их отдавать в инвестирование без всяких гарантий. Мы предложили как раз вот решить проблему, о которой я говорил. То есть давайте точно такие же льготы дадим людям, которые хотят копить себе на будущую пенсию. Ну и даже не на пенсию, а на увеличение пенсии, на дополнительную пенсию. Но с такими же налоговыми льготами, какие предоставляются рисковым видом инвестирования. Кстати говоря, просто простой пример, который говорит о политике в области инвестирования. Сегодня те самые ИИСы первого и второго типа имеют льготу в 400 тысяч рублей, 400 тысяч рублей, которые не включаются в подоходный налог, причем инвестирование в три года. И у негосударственных пенсионных фондов и у дополнительного добровольного и государственного пенсионного обеспечения льгота 120 тысяч на три вида. То есть человек эти 120 тысяч может потратить на медицину, на образование и на пенсию. Вот такой вот дисбаланс. Поэтому мы предложили прекратить этот дисбаланс и дать людям возможность, самим выбирать. Хочешь риски, причем риски серьезные, без всяких гарантий, на 10 лет иди в управляющую компанию или в брокер. Хочешь идти использовать эти деньги сразу для увеличения своей пенсии, иди получайте такую же налоговую льготу на специальный счет в НПФ. И там вы будете иметь, во-первых, гарантию. Вы будете иметь контроль со стороны государства за инвестированием. Ну, в первом случае никакого контроля нет. Что упало, то пропало. И здесь вы будете иметь ответственность как фонда, так и его акционеров за результаты инвестирования. Вот в чем суть была наших предложений. Ну, понимаете, Константин Семенович, прошу прощения, что немножко вас перебью. Нам просто люди пишут, и сегодня, и до этого много раз говорили, что доверия негосударственным пенсионным фондам практически не осталось. Вот опять же вопрос. Ну, вы говорите, есть гарантии. Ну, а какие тогда эти гарантии? Понятно, что рисковать и туда нести брокерам, банкирам тоже страшно. Но и государственным, негосударственным пенсионным фондам тоже люди не особо доверяют. Иван, так дело в том, что есть государственная система гарантирования вкладов, аналогичная вкладам в банках России. То есть, я подчеркиваю. То есть, теоретически, наши вклады у вас государством будут подстрахованы? Да, да, так они и сейчас подстрахованы. Только, если вы хотите увеличить эти вклады, вам никто особо никаких льгот не дает. Вот, собственно, и об этом и речь. Не более того, насчет доверия и недоверия. Я прекрасно понимаю, что финансовым инструментам вообще не доверяют особо. И в банки-то народ пошел после того, как была введена система гарантирования. Если вы помните, да, в размере миллиона четыреста тысяч. Ну да. Поэтому человек должен сам выбирать, где он собирается, в общем-то, копить деньги для увеличения своей пенсии. И собирается ли вообще, никто его заставить абсолютно не может. Поэтому давайте так, вот доверия и недоверия, я просто одну вам цифру назову. Без всякой вот этой обязательной системы у нас 7 миллионов человек участвуют в добровольных программах, месяц работы дателем. И 2 миллиона получают дополнительную уже, дополнительную государственную пенсию. И на сегодняшний день размер этой дополнительной пенсии составляет 40% от пенсии государственной. Вот давайте здесь, давайте немножечко вот здесь паузу сделаем, послушаем наших телезрителей, а потом вернемся. Потому что это очень важный момент. Сколько я смогу потом получить надбавку, если все-таки доверишься НПФ? Светлана из Самарской области нам дозвонила. Светлана, здравствуйте, слушаем вас. У вас какое мнение? Слушаем вас, Светлана. Я пошла на пенсию в 91-м году. Справка была по мартам, положена по апрель. Я даже не знала, что у меня справка на месяц меньше. Пошла на потолок. Зарплата была хорошая. Вещи снять 1 рубль. Через несколько месяцев с 2-го года ввели коэффициенты. И коэффициенты убрали все. 91-й, 90-й, даже вот я слышала по вашему телевизору, 92-го женщина звонила тоже так. У нас пенсии сделали почти минимальную. Конечно, слез было много. 32 года проработать, 25 лет по вредной сетке, по второй сетке. Работала в 3-4 смены. Но введя коэффициенты с 91-го года, по коэффициентам у нас уже заработка не хватало. Нам предложили давать и больше заработка. Светлана, в итоге сколько у вас сейчас пенсия? Скажите нам. А рабочий стаж у вас какой был еще раз? Что? Рабочий стаж какой у вас был еще раз? Общий. 32 у меня года и 25 из них по вредности. Да, хорошо. Спасибо, спасибо вам, Светлана. Мы вас услышали. Константин Семенович, вот такая вот история. Человек 32 года отработал, вот сейчас у него пенсия такая. Вот современным людям, которые еще только собираются выходить на пенсию, вот им сколько и какие суммы нужно откладывать в ваши пенсионные негосударственные программы, чтобы потом получить вот эту прибавку в 40%, как вы говорите, к нынешней пенсии. Я сразу хочу сказать, что размер государственной пенсии будет приблизительно одинаков для всех граждан России на протяжении ближайших 30-40-50 лет. Ну вот мы поэтому и спрашиваем, сколько нам нужно дополнительно куда инвестировать и какой мы получим доход. Вы знаете, вот сейчас я и отвечу на этот вопрос. Для того, чтобы получить надбавку в 40%, надо с первого дня, когда ты пошел на работу, откладывать порядка 5% от своей заработной платы. Но это все расчетные величины, это раз. Я сейчас вам расскажу самую главную проблему. Главная проблема не в том, сколько откладывают, а вопрос в том, есть ли у людей вообще возможность откладывать. То есть вот мы сегодня оцениваем наших клиентов, то есть тех, кто получает заработные платы высокие, в пределах 10-15 миллионов человек в России. Остальные люди не занимаются откладыванием на пенсию, они выживают. А для вас высокая зарплата, это примерно сколько? Вот эти 10-15 миллионов, это какая сумма? Я бы, а, то есть из чего мы считали, это зарплата больше 80 тысяч рублей. Эта зарплата больше 80 тысяч рублей. Но при этом вы, наверное, знаете, что у нас огромное количество людей вообще живут за чертой бедности, и поэтому кроме доверия и недоверия есть еще проблемы, есть деньги или нет. Спасибо. Константин Угрюмов, президент Национальной ассоциации Негосударственных пенсионных фондов, был с нами на связи. Давайте еще послушаем телезрителей. Евгения Испенза нам звонила. Здравствуйте. Добрый вечер. Вот, ведущим добрый вечер, Константин Семенович, я полагала, он меня все равно слышит, да? У меня стаж работы 57 лет, 57. Сейчас мне 74 года, в год 75. Из них я окончила школу в 63 году, пошла работать, потом университет, учила и стояла у стоков циклоризации в 69 году, стали делать мы программы писать и так далее. Я все свое здоровье уродила, мотаясь по командировкам. Спала я, в гостинице так свободно не было, в этих, как их называют, там, креслах каких-то. Потом спала, отслаживала свои программы, все на заводе, ошеники, в росте, кингео, в Москве ездила, везде. С температурой ездила, была ведущим инженером, проработала. До сих пор я работаю, имея инвалидность, третью группу. Пенсия у меня при 57 лет 10359 рублей. Можете себе представить. И я вынуждена сейчас работать. Я перенесла 4 года назад с половиной операцию онкологии. Сейчас я переболела ковидом. У меня денег не хватает. Не то, чтобы там что-то себе позволить, я мясо купить не могу. А вы говорите, я прожила столько лет, это же очередной обман. Кто может положить эти деньги? Вот Константин, если вам же сказал, у тех, у кого 80 тысяч рублей, приблизительно, да? Эта программа рассчитана на молодежь. 5 процентов, если откладывать. Я же государству отдавала 13 процентов годового своего, вернее, это отхода. Да, вопрос, вопрос, где эти деньги, почему вы их сейчас не получаете. Да, Евгения, спасибо. Спасибо. Давайте к следующему эксперту перейдем. Это Михаил Беляев, эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук. Михаил Кимович, здравствуйте. Здравствуйте, Михаил Кимович. Михаил Кимович, как вы относитесь вот ко всем этим индивидуальным счетам инвестиционным? Есть ли в них преимущества? Действительно ли это станет, ну, заменой нынешней у нас пенсионной системы, как есть? Или все-таки они точно так же не оправдают себя? Нет, во-первых, мы начнем, давайте вырастаем тоже точки над «и» и скажем, что это не замена. Это только речь идет о дополнительной пенсии, которую человеку предлагается формировать самому. Нет, ну, может быть, рано или поздно, понимаете, государство придет к тому, чтобы все уже сами заниматься. И не странные пенсионные фонды, а чтобы человек озаботился о дополнительной пенсии сам. Еще раз повторю, это слово дополнительное. Государственные никто не отменяет. Они, правда, будут такие не самые бодренькие, как вот только что было сказано. Хотя я этот горизонт в 50 лет совершенно не разделяю, я думаю, что если, в общем-то, будет разумная экономическая политика, то, во всем случае, этот срок можно существенно укоротить, и молодежь будет рассчитывать на более высокие пенсии. Ну, а теперь вот о дополнительной пенсии. Значит, для того, чтобы была дополнительная пенсия, нужно иметь в виду следующее. Во-первых, действительно, как правильно предыдущий эксперт сказал, в этой дополнительной пенсии надо заботиться начинать с первого рабочего дня. Это раз. То есть не откладывать на последние 2-3 года, вы ничего не сделаете. Накопительная пенсия формируется только тогда, когда она формируется в течение, как минимум, ну, даже не 10, а, в общем-то, 20 лет, а еще лучше всего, трудового стажа. И откладывается просто с первой заработной платы. Это первое. Второе. Значит, 10%, ну, ладно, будем говорить не 10%, теоретически 5% откладываются от любого заработка, кроме нищенского. Вот все, у кого есть более или менее нормальный заработок, вот, который считается средним, да, он тоже небольшой, он совершенно не роскошный. Но 5% откладывается в любом случае тогда, когда это считается первоочередным взносом, не таким вот то, что вы уже прожили месяц, посмотрели, посчитали, раскрыли кулачок и посмотрели, сколько там медиков осталось. Тогда вы действительно ничего не отложите. Вот когда вы озабочены своей пенсией и ежемесячно откладываете эти 5% на счет, а на остальное живете, вот тогда можно говорить, вот теперь подходим к этим индивидуальным инвестиционным счетам. Третьего типа. Значит, это я не аббревиатуры эти называю, а раскрываю полностью. Значит, что такое смысл, вот давайте потратим 2 минуты, чтобы у людей было понятно и в головах устроилось, что такое эти индивидуальные инвестиционные счета. Этот индивидуальный инвестиционный счет, он открывается у брокера или в банке, но у брокера будем считать проще. Вы приходите к брокеру, поскольку вы не имеете, как физическое лицо, доступ на фондовый рынок, но брокер имеет, он вам открывает специальный счет. Это только ваш счет, это не какая-то там общий пул, где эти деньги теряются. Этот ваш именной счет вы заводите туда, ну это уже жаргон, заводите туда деньги и брокер, пользуясь специальными правилами, которые написаны для него в регулятивном и достаточно жестком варианте, проводит для вас операции на фондовом рынке. Но он проводит эти операции на фондовом рынке только тогда, когда вы ему даете команду. Он вас консультирует, он с вами беседует, он вживается в ваш образ, старается, это у него прописано, сейчас употреблю ученое слово, есть такая фидуциарная ответственность, то есть это безусловная ответственность и ваш приоритет. Он проводит для вас эти операции, стараясь наиграть для вас как можно больше денег. Теперь где получаются эти 13% по индивидуальному счету первого типа, это вы освобождаетесь от 13% подоходного налога, если деньги там лежат 3 года, то есть вы получаете стабильно, независимо от того, проводите вы операции или нет на этом счете. Вы завели туда, можно завести миллион, но первые 400 тысяч освобождаются от подоходного налога, то есть 52 тысячи рублей. Вот каждый год можно снять. Михаил Кимович, давайте я вас, можно я вас прирубаю? Не спешите, чтобы разобрались наконец, потому что у всех каша в голове. Это правда. Давайте расперемся, минуту потерпим. А второго? У второго типа, там то же самое, вы заводите тот же миллион, те же эти деньги, но освобождается наигранная прибыль. То есть там освобождается 400 тысяч от заведенных туда, здесь прибыль в течение трех лет. Вы наиграли какие-то деньги на фондовом рынке, брокер для вас наиграл, вот эта прибыль освобождается от 13%. Теперь индивидуальные инвестиционные счета третьего типа, они гипотетические. Вот что предлагает, это озвучил первый зампред Центрального банка Сергей Швецов, значит он предложил ввести вот эту накопительную систему в виде индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа. Это там деньги должны лежать в течение 10 лет, и вот какие там будут льготы для проведения операции, пока непонятно. То есть говорят, серьезные льготы, серьезные налоговые льготы и прочее, но, наверное, они должны быть серьезными. Вот что такое индивидуальные инвестиционные счета третьего типа. Говорить о том, что там обязательно будет какая-то прибыль, наверное, трудно, потому что фондовый рынок, он все-таки рискованный. Можно выиграть, можно проиграть. Но вот эти вот пенсионные деньги, они все-таки ограничены определенными рамками и не допускаются по ним операции с очень рискованными ценными бумагами. То есть там, где можно действительно попасть в крупные убытки. То есть предполагается такой достаточно узкий коридор с такой нормальной такой вот прибылью, достаточно гарантированной, достаточно такие. Эти вот, но это ваши деньги, играют для вас, играют для вас персонально. Я почему об этом говорю? Я не говорю, что это обязательно сбудется. Я хочу, чтобы была ясность, что это такое. И вот если вы в течение длительного времени проводите вот эти вот операции со своим брокером, вы, кстати, можете отдать в доверительное управление, к этому вообще не касаться, не иметь никакого отношения заключить договор доверительного управления, для вас будут наилучшим образом обращаться с вашими деньгами. И вот тогда, по истечении 20-30 лет, может быть, вы можете рассчитывать на какую-то сумму, которая уже сделает вашу пенсию более красочной и комфортной. Теперь слушаю вас. Михаил Кимович, тут у меня, вот я вас слушаю, вы все очень достаточно понятно рассказываете, все ясно, но я не могу понять одного. А что может побудить человека, который не доверяет, в принципе, ну уже на сегодняшний момент пенсионного фонда, отнести свои кровные деньги в негосударственные пенсионные фонды, где они как бы будут лежать, то ли 3 года, то ли 10, и непонятно, что там будет дальше. Марина, ответ, вопрос понятен. Я, извините, вас, так сказать, прерываю, потому что у нас хронометраж очень ограниченный, я хочу что-то такое содержательное сказать. Вот, побудить ничего не может, кроме совершенно доброй воли, и если мы посмотрим, у нас все банковская система, она держится, есть там такое слово кредит, корень которого латинский, как раз credo, то есть верю, все держится на вере. Есть вера, будет вот этот инвестиционный счет работать и работать персонально для вас. Нет у вас веры, ничто вас не побудит туда двигаться. Ну а что может заставить? Заставить может не оглядываться в прошлое, а смотреть в будущее, и государство должно доказать, что его стабильное развитие, ну и какие-то попытки стабилизировать ситуацию, которые должны увенчаться успехом. Вот действия государства со стороны во время коронавирусной эпидемии, которая попыталась из своих не очень обширных средств помогать людям, как только могло, конечно, можно морщиться и говорить, что 5 тысяч это не деньги, и 10 тысяч это не деньги, но, понимаете, лучше такие, чем никакие. И увидеть все-таки позитивную сторону, что государство помогает, и не осталось в стороне, и не сказало, что денег нет, а вы держитесь, как иногда слышали, да, вот не так давно, уж извините, я это напомнил формулировку. Ну да, Михаил Беляев. Да, вот что побуждает. И я думаю, что надо смотреть не назад, а вперед. Спасибо, спасибо вам большое за разъяснение, Михаил Беляев, эксперт Российского института стратегических исследований, кандидата экономических наук. Ну, людей на самом деле очень сильно, во-первых, беспокоят вопросы сроков, все-таки в такую, в долгую вкладываться в негосударственные пенсионные фонды, даже при условии каких-то гарантий, наши люди как-то не очень доверяют, потому что пишут, что наши родители тоже копили в 90-х, там их обнулили, все вклады горели и так далее. Но это вопрос времени. Да, мы вернемся через пару минут и будем говорить, почему у нас так подорожала недвижимость и что с тем делом.